Дорогие друзья, я безумно рад вас приветствовать на своем канале, те, кто впервые на моем канале, он посвящен не только психологии, но фитнесу, медицине, медицине, по большей части медицине, сейчас эндокринологии посвящен. И, конечно, в общем, очень широкий спектр. Поэтому, если вам понравилось, я вас прошу подписаться на канал, ставить лайки и писать какие-то приятности в комментариях. Вот. А сегодня мы поговорим с вами о такой теме, и я просто даже несколько рад, потому что давно ее хочу озвучить. Потому что в своих видео, да, касательно психологии и медицины я постоянно вокруг этого кружусь. И мои пациенты постоянно от этого страдают. В той или иной степени, в той или иной форме. Это гендерные стереотипы и даже гендерный абьюз. И обо всем, как положено, по порядку. И, соответственно, хотелось бы вам рассказать вот о чем. Соответственно, хотелось бы рассказать вам сначала о гендерных стереотипах. Немножечко девушек озвучить, потом мальчиков, а потом мы разберем, при чем же здесь абьюз гендерный. Значит, сначала оговорюсь сразу, что мальчики, как правило, получают гендерные стереотипы из социума. Набираются. Такой концентрат. И, по крайней мере, считается, что на мальчиках больше воздействует социум, да. Одно дело, когда там, ну, родители просто объяснили, что ты в штанишках девочки в платьицах, ты сильный, там, девочки физические слабые, не обижай их. И вот как-то в среднем таком, да, диапазоне другое дело, когда он попадает в школу, дальше, когда он учится в университете. Соответственно, там уже ему и учителя, и его сверстники объясняют, что, в общем-то, где место женщины в этом мире, где мужчины. То же самое может происходить с девочками. Давление социума тоже, безусловно, имеет место быть. Но, на мой взгляд, давление от близких, то есть, смотрите, мальчики с внешнего мира получают давление гендерное, да, такой гендерный абьюз даже, в каком-то смысле. А девочки как бы с внутренней. Потому что сначала в раннем детстве, как правило, это мама в нее закладывает, да, что говорит мама. Что девочка исключительно должна обладать, главное качество девочки – это красота. Ну, как правило, да, закладывалось. Следить за собой, быть красивой. Дальше. Ну, послушной должна быть девочка. Там, где мальчик что-то там нарушил его или плохо учится, его могут за это не ругать. Вот, в частности, мне даже, ну, я рос с бабушкой. Мне бабушка даже как бы так говорила, я как-то, ну, то одной, то другой. Вот, когда я приезжал, у нее была дочь, и она как бы ей даже говорила, она у нее спрашивала, говорит, а что ты вот внука не ругаешь за то, что он там плохо учится, двойку получил. Она говорит, да мальчикам там не обязательно хорошо учиться. То есть, вот такие вот вещи, они из, так скажем, прошлого, да, даже, так скажем, века, еще с советских времен пошли и до сих пор где-то местами остаются. Девочка должна хорошо учиться, мы ее за это будем пилить, мы будем ее, в общем-то, как-то, соответственно, ассоциировать с учебой и красотой, с вареньем борща. И не важно, что, может быть, девочка не хочет этим заниматься. Всем известная история, у нас есть девушка, которая стала, ну, сумела, да, это преодолеть, нашла себя и стала... Напишите мне в комментариях, кто знает, как ее зовут. Кузнецом. Девушка стала кузнецом. В общем, суть какая? Суть в том, что мы не должны давить на человека, да, исходя из его гендера, выбирать его профессию или стиль его жизни какой-то. Мы должны, безусловно, бороться за так или иначе, чтобы наш пациент, наш там клиент, если мы ему помогаем, да, там, может быть, там, честно кто-то психологи, у них там клиенты, не знаю, как у них принято. Вот. Стал человек более открытым к обществу, да, в том числе и стал отстаивать какие-то свои желания и социально реализовался в плане и репродуктивной функции тоже. Просто, ну, опять же, почему я так часто говорю про репродуктивную функцию? То есть нормой все же считается, что у человека должна быть семья, любой какой-то, пускай даже самой такой формы, необычной, непривычной для России, ну, пускай лучше она будет, будет с детьми, и человек не будет жить один, да, потому что все исследования показывают на то, что люди-одиночки сходят с ума. К сожалению, это так. И ничего мы не можем с этим поделать, даже шизоиды, которые максимально адаптированы к тому, чтобы быть одним, с годами им становится хуже в плане акцентуации. Поэтому наша задача, чтобы человек так или иначе сформировал семью в том гендерном виде, в котором он считает нужным, чтобы у него были дети, чтобы он продолжил свой род, так скажем, а все остальное на усмотрение человека. Если женщина хочет быть кузнецом в свободное от, так скажем, семьи время, да, или, может быть, у нее муж будет сидеть дома, она этим кузнецом будет зарабатывать, и она так считает нужным, это она сама сугубо приняла решение, нашла где-то такого мужа вот конкретно эмотивного, которому несложно сидеть с детьми, и это абсолютно ее выбор. Также абсолютно выбор девочки, как красить волосы, там, не красить их, состригать ногти, не состригать. По поводу, очень часто мне девочек убивают прям наши эти защитники женских прав, которые, ну, я считаю, они совершенно отличаются от западных, да, от западных феминисток российские отличаются, они какую-то дичь, мне кажется, прям порят иногда жуткую. Они перемешиваются с бодипозитивом, и, ну, по сути, они пропагандируют вред для здоровья. То есть они говорят, женщина может быть толстой, женщина может не брить себе там подмыхи и интимные места. Вопрос не о женщинах, никто не может быть толстым, ну, не должен быть. И связано это не с геновыми стереотипами, я сейчас про мужчины, про женщины говорю. Вот эти понятия о личной гигиене и о том, что толстые, я подразумеваю, исключительно стадии ожирения, которые вредны для здоровья, никто не должен быть больным. Я бы вот так вот сформировал. Нужно, по крайней мере, к этому стремиться. Если вы больны, вы должны получить лечение или соблюдать, да, самостоятельно научиться соблюдать какие-то правила, чтобы не заболеть, уметь их соблюдать. И наша обязанность научить пациента это делать. Если вы склонны к сахарному диабету, проще предотвратить не есть сладкое и предотвратить развитие сахарного диабета. И дело здесь совершенно не о гендерных каких-то вещах, что только девушка не должна быть толстой, дети не должны быть толстыми, там, ну, ожирением, да, я просто стараюсь более простыми вещами говорить, перехожу на этот такой сленг. В общем, никто не должен страдать ожирением. Ни дети, ни пожилые, ни стар, ни млад, короче говоря, ни мужчины, ни женщины. То же самое с волосами. Вы вообще как думаете, просто потому что писька невкусная, нужно, ну, то есть, так, потная, нужно не брить волосы, потому что ее целовать невкусно. Подмышки нужно брить, потому что от них воняет только и все. Не только поэтому. Вы можете не целовать письки, не нюхать подмышки. Сейчас после ковида у многих вообще отпала нужда что-либо нюхать, да, точнее, возможность. А дело-то в другом. Дело в том, что все это – это личная гигиена. И когда я снимаю видео про микробиоту, вы можете посмотреть, пожалуйста, особенно касательно женских половых органов, это нисколько, да, в принципе, хотя та же кандидат, ну, еще какие-то вещи, да и мужских. Вот если попал какой-то инфекционный агент, и у вас густая там растительность, или в той или иной степени все равно есть растительность, неважно, на подмышках, на половых органах, на бороде у мужчин, да, риск заразиться и получить этот инфекционный агент, и получить рост близнетворных микробиотов, в том числе это потом обсемениться в первую очередь в тонком кишечнике, потому что они там все оседают, с лица, с кожи вы можете это вывести, но из организма, из тонкого кишечника вывести это все гораздо сложнее. Поэтому, на мой взгляд, личная гигиена в плане сбривания волос даже на ногах, она была бы полезна и мужчинам, и женщинам, чисто в том плане, что пошли вы куда-то в фитнес-клуб, в общий бассейн, куда-то сели, на пляж. Меньше, ну, вероятности, что что-то вы принесете на своих волосах. Потому что смыть с волос эти все инфекционные агенты гораздо сложнее, особенно у тех мужчин, у кого волосатая спина, очень волосатые ноги, да, вот. Ну ладно, бог с ними, там, с ногами, они слизистые, не покрытые. Пловые органы имеют слизистые. Поэтому, соответственно, ну, как бы, более гигиенично бриться и мужчинам, и женщинам, дорогие друзья. Гендерные стереотипы касательно девушек. Было много общения, много друзей у меня из, соответственно, внутренних наших войск. До сих пор очень тяжело служить девушкам. Очень тяжело. Гораздо тяжелее, чем мужчинам. Из-за гендерных стереотипов получают постоянно какие-то смешки, что-то еще недооценивая, не со стороны коллег. Многие, хотя женщины стараются доказать свою, так скажем, ну, как правильно выразиться, военноприкодность, что ли, или свою способность к службе и становятся мастерами спорта и по стрельбе, и по самбо, и дополнительно там какую-то нагрузку ведут. Ну, стараются быть такими, в общем, активистками. Но, тем не менее, вот тяжело, тяжело им служить. И все это потому, что у нас принято, конечно же, в стране говорить о том, что мужчина, это вот только он, так скажем, может выполнять такую тяжелую работу. В медицине тоже есть гендерные стереотипы. Например, мне встречался стереотип, что очень много женщин, они ищут только женских педиатров. Ну, то есть, только женщин, педиатров. Потому что мужчина однозначно будет каким-то грубым, каким-то не таким, не таким, каким должен быть. Очень часто, когда в медицинскую клинику, нисколько не спа, а вот речь пойдет о массаже, и повторюсь, что в массаже, в медицине очень болезненные бывают массажи, и у людей там обострение. Это вот, как мы иногда говорим, даже через боли это лечение проходит, да. Вот. И женщины приходят и просят женщин. И считают, что женщина там, ну, как-то, в общем, исходя из своих там каких-то видений, что женщина там сделает лучше. Женщина, может быть, и сделает лучше, но не всегда есть этот специалист в этой клинике. Не всегда этой женщине удобно искать медицинского специалиста в этом районе, да. Она же не может по всей Москве, допустим, ездить или там куда-то еще ехать. У всех время ограничено. Все хотят, ну, в одном месте получить лечение. А в одном месте не всегда есть женщины массажистки. К тому же виды массажей бывают разные. И бывает так, что женщины-массажистки, они не выполняют некоторые силовые виды лечебного массажа. И не учат их. Специализируются больше на косметологии. В том плане, что, ну, просто физически им проще работать. Физическая разница есть. И как бы это выбор женщины, если она не хочет делать физические, да, тяжелые массажи, она их не делает. И очень часто вот из-за гендерных стереотипов люди недополучают этого лечения. И раз уж мы заговорили о недополучении лечения, хотелось бы вам рассказать об одном моем пациенте. Как все было, позвонила его жена и увидела меня на YouTube-канале. И рассказала совершенно дичайшую клинику. Не буду рассказывать, какую. В общем, но крайне неприятные вещи. И, так скажем, если вы меня смотрите за столом, они совершенно не к столу будут сказаны. Опустим подробности, в общем говоря. Суть какая? Представьте крайне неприятную симптоматику, которая вас беспокоит, в том числе и связанную с опражнением, как мочеиспускания, так и, да, каловых масс, актандификации. Все в куче намешано. Кровь совершенно дикая пациента. То есть явные какие-то и воспалительные процессы, и по гормонам там все вылетело. И она говорит, что они ходили к проктологу с мужем. Значит, точнее их направили, да. Ну, как обычно, там сначала поликлиника, потом по частникам пошли. Все направляют к проктологу в том числе, ну и к урологу тоже. Там, в общем, такая комплексная такая проблема. И все заканчивается тем, что нужно исследовать прямую кишку. Исследовать глобально, делать много анализов, много осмотров. А мужчина, ввиду своего мировоззрения, ввиду того, что он боится потерять собственную мужественность, отказывается, в общем-то, идти на все эти обследования и вообще ходить по врачам. Сильно его это напугало. Формулировал он это словами из разряда «меня там пацаны на районе не поймут», то есть таких вот представлений мужчина, «меня, да я там что, не пацан?» То есть вот то, что мне удалось поговорить с ним немного, да, как-то пытался я объяснить необходимость очень лояльного выполнения этих исследований. Человек вот через слово говорил, что он боится быть не пацаном. Конечно же, я уточнил и у жены, и у него. Ну, для многих людей это действительно важно, потому что бывает так, что люди, они по роду своей профессиональной деятельности, ну, как бы нужно признать такое, сейчас, благо, меньше, но тем не менее, бывает. Или раньше вели такую профессиональную деятельность. То есть относятся каким-либо образом к криминальным структурам. Или были в местах, так скажем, не столь отдаленных. И, соответственно, конечно, это уже можно сказать, как такая профессию, что ли, люди получают, я бы так сказал. И, возможно, ну, ввиду уникальных представлений о мировоззрении, которые находятся в тюрьме, да, все эти вещи, возможно, из-за этих мировоззрений у него есть ограничения. То есть он является частью какой-то криминальной среды, да. Но самое что парадоксальное, он 20 лет отработал банальным менеджером, продавал там, ну, в общем, технику продавал электронную. И все его мировоззрения, они вот, ну, там, в школе, какие-то друзья. Я расспрашиваю, жена даже специально говорит, я узнаю, уточню, там, поговорила с его друзьями. Они, конечно, все такие, так скажем, тоже похожего склада характера, да, то есть вот всех таких представлений, но никто из них нигде не сидел. То есть какими-то профессиональными такими качествами, так скажем, что вот, ну, нельзя, потому что я, там, не знаю, какой-то пост занимаю среди, да, высокий ранг. Я не буду пользоваться каким-то сленгом, потому что могу, да, ошибиться. Я не профессионал в тюремной, там, иерархии всей этой. И хотя там, ну, нас слышим, но в это лучше не лезть, потому что это действительно сложная штука. И у них все очень сложно. Но что мне удалось, я еще раз вот интернет посмотрел, еще раз все уточнил, что, в принципе, для себя я так уяснил и понял, и почему я здесь против гендерных стереотипов, и в плане вот особенно таких пацанских, так скажем, да, вещей, вот, как у этого мужчины. Ну, во-первых, давайте рассматривать так. Так, все вещи, которые мы проповедуем, исповедуем, какое-то мировоззрение, оно признано нас делать сильнее. Те вещи, которые образовались в тюрьме, они образовались, ну, с той точки зрения, что, да, люди все это придумывали, чтобы как-то между собой, там, внутри этого очень сложного, да, для социума состояния, и что люди там в замкнутом пространстве находятся, и что в тяжелых условиях находятся, и сложно существовать. То, что они находятся среди, конечно, там, безумных количеств социопатов, людей с дисциальными расстройствами, и среди них образовалась определенная форма такого жесткого достаточно общения между собой, наверное, самого жесткого, которое может быть у нас в социуме. Но, тем не менее, оно есть такое, какое оно есть в своей форме, и там, ну, некоторые взаимологические взаимосвязи прослеживаются. На социум, понимаете, нельзя надеть сову на глобус. Да, нельзя социум принести в тюрьму. Я не думаю, что пока у нас тюрьмы не превратятся в психиатрические клиники, где людям будут сугубо, исходя из их акцентуации, помогать, ну, на мой взгляд, чисто такое должно быть, да. То есть любой человек, который нарушил закон, он нарушил, в первую очередь, потому что у него какая-либо акцентуация пошла, как правило, да. То есть все равно где-то что-то, какая-то патология повредила, и нужно, может быть, лечить и помогать этому человеку по-хорошему, а не запихивать его к людям, у которых, да, у этой же толпы людей такие же какие-то расстройства, те или иные личности. Поэтому, ну, это негуманно, ну, вот, и никак не решает проблему. То есть мы видим о том, что, да, на данный момент люди выходят из тюрьмы еще большими преступниками, как правило, как правило. Но есть и исключения, безусловно. Значит, и исходя из этого нельзя в тюрьму принести социум, да, и то, что у них есть между собой, оно должно, наверное, так, может быть, так и быть между собой, пока сами условия тюремного заключения не изменятся на более гуманные и социальные. Вот. Далее, соответственно, нельзя принести из тюрьмы все эти понятия в современный социум. Пожалейте мальчиков с крашенными волосами. Вот. Ну, тоже, тоже гендерный стереотип, тоже я даже ему подвержен, даже я иногда с трудом некоторые, тик-токи некоторые, которые случайно мне попадаются, воспринимаю. Но я прекрасно отдаю себе отчет, что это вот у меня такой гендерный внутри стереотип заложен, да, то, что мальчик не должен выглядеть как девочка, с другой стороны, это его личный выбор. И это современность, с которой ничего мы не сделаем. Мы видим, что огромный поток молодежи несет дальше. Если мы с этим ничего не можем сделать, да, мы можем только в этом потоке сосуществовать, научиться с ними, а не выискивать из этого конфликта, ни в коем случае никого не бить, и не абьюзить, да, не делать на них, не провоцировать какое-то насилие, что он там с крашенными волосами, да, и как бы это такое. Но опять я заговорился, вернемся к нашему пациенту. В общем, пациент проработал все, выяснили мы, пациент просто проработал всю жизнь менеджером, никаких связей особых с уголовной средой у него не было, даже не было ни одного знакомого, который бы просто в тюрьме там за какую-нибудь пьянку отсидел. Вот настолько это просто навязано социумом, причем в социуме, да, вот эти вот понятия, они трансформируются, и они глобально отличаются. Ну, то есть, вот я с ним разговаривал, он сам не может, я говорю, вот есть там мужики, допустим, да, вы знаете, слышали, он говорит, слышали. Я говорю, ну, там есть мужики, а вы говорите, что вы пацан, а вот, ну, просто говорю, вы как-то разницу, ну, видите, ну, всех этих, вы же пользуетесь этим же организмом, вы пользуетесь этими понятиями, вы, наверное, ну, просто разбираетесь, я говорю, ну, как бы уточняю, я говорю, не разбираюсь, вдруг я там при разговоре с вами, мы друг друга не поймем, вы, может быть, что-то, чему-то меня научите, расскажете. И нет, он говорит, он так ушел от ответа, да я не вникал, короче, не суть, короче, это все стремно и так далее. Что произошло? Почему это крайне важно? Почему я снимаю этот выпуск? Еще мой главврач, она отвечала на его, ну, то есть, на запрос вот этой жены, да, и я сейчас ссылку где-нибудь оставлю в описании, несколько раз в начале видео, в конце видеоролика будет, посмотрите. То есть, нужно, вот, его жена как бы с его аккаунта писала, то есть, нужно ли обследоваться при вот всех этих проектологических делах и комплексах. В общем, к сожалению, потом мне пришло сообщение, так как мы созванивались, ну, в общем, бесплатно я это сделал, так как эпизодами не очень много говорили, консультации общей, как мы планировали, у нас так и не случилось с ее мужем, а потом она просто написала, что, оказывается, у человека была там глобальная онкология, человек умер, по результатам скрытия установили, что очень серьезная онкология была. И он терпел до последнего эту жуткую клинику, но он там уже пить сильно стал в конце, и, в принципе, он так хорошо выпивал, то есть, он, видимо, глушил алкоголем все эти боли. Вот. И здесь вопрос, вот, вы готовы умереть ради ваших гендерных стереотипов? Ну, вот, напишите мне в комментариях, вот, мне интересно, как вы считаете, это оправдано настолько верить во всю эту вещь? Я понимаю, если люди это делают, которые живут, да, и будут все это терпеть и так далее, которые живут этим, может быть, у него все окружение, там, он полжизни в тюрьме провел, у него такое окружение, там, и у него такая, так сказать, ну, как работа, что ли, есть, там, и все там за ним следят, и если там он что-то такое неправильное сделает, зарежут его тут же, может быть, то есть, то на то выходит. Есть смысл рисковать? Ну, если человек всю жизнь продает, там, мобильные телефоны, есть ли смысл, резон такой, делать, ну, бояться проктологических исследований настолько, чтобы потом покинуть этот мир и оставить и детей, и свою жену одну? На ранних этапах все это можно было вылечить. Я вот не знаю, честно, напишите мне, может, он правильно поступил, но мне кажется, что нет, нужно было исследоваться. Вот. Значит, что еще? Что еще хотелось бы сказать о гендерном абьюзе? Естественно, когда есть гендерный определенный стереотип, мы можем это манипулировать. Мы можем поймать какого-нибудь мальчика, как хулиганы, да, раньше делали, там, ловишь какого-нибудь пацана, говоришь, что ты не пацан, что ли, ответить за пацана, что у тебя носки разные, обоснуй, там, все дела. И он такой замялся, и вы там его на что-нибудь развели, не знаю, ну, бутылку пил какую-нибудь. Сигареты у него пошел, купил, сигареты купил, нормально. Вот. Но, тем не менее, это же все, понимаете, деструктивное поведение. И так делать плохо. Вот. И еще хуже на это вестись. Поэтому, на мой взгляд, если мы не ведем речь о людях, чья профессиональная деятельность, так скажем, идет через какие-либо действительно уголовные пути, а связана исключительно с, ну, обыденной, там, если, ну, вот, как вот, ну, по сути, по-человечески, да, в первую очередь ты человеком должен оставаться. И там, допустим, врачом, учителем, кем-то еще, профессионалом своего дела, так скажем. И все остальное уже третично, даже не дворично, там, на третьих-пятых планах. Отцом своих детей должен оставаться обязательно, да. И быть, да, иметь представление о том, что ты пацан, и постоянно там твои друзья тебя подкалывают, а пацан, ты не пацан, сходил к проктологу, ты не пацан, а сами, если разобраться у этого мужчины, спросить, не владеют информацией. Потому что пацан, это там в иерархии, насколько я находил, напишите мне в комментариях, кто лучше, может быть, разбирается, это человек, который уже среднюю иерархию такую занимает. То есть есть там вроде как мужики, которые как бы в иерархическом плане ниже стоят. Это еще там не самый низкий ранг, который может быть, да, но, тем не менее, есть различия, да, насколько я понимаю. И многие люди не видят этих различий. Для них пацан, это слово синоним мужик, но какое-то такое более романтично, блатное. Они все такие блатные, типа. А на самом деле, если разобраться, люди не уникали в сути вопросов, да. Вот. И, соответственно, получается, что в итоге человек просто умирает от рака, да. Ну, зачем это? Зачем? Вот. Потом так же с девушками. Девушка приходит к нам в поликлинику. Я был на практике. Ее привозят. Она из какой-то деревни. Вот. И, ну, мы тогда студентами были. Наше дело было там проводить сумки, донести давление, померить там. Ну, ни в какую не пойду гинекологу. А у нее кровотечение, да. Вот. И, соответственно, там, ну, как бы нужно оказывать медицинскую помощь. Ну, гинеколог мужчина. Она, ну, причем русская девушка, там, никаких не связанных ни с верой. Ну, вот, давайте мне женщину и все. Она находится в приемном покое. Ей нужны какие-то срочные меры и так далее. Осмотр хирурга и гинеколога. И все мужчины так вышло. Там нет женщин, кто ее может осмотреть на данный момент. Ну, благо, еле уговорили. И все эти, вот эти, вот, понимаете, комплексы, они находятся в рамках гендерных стереотипов. Как нами управляют через гендерные стереотипы? Ты не пацан, там, ты пацан. Ответь за пацана с тебя косяк, с тебя там пачка сигарет, еще что-то, да. Или там еще какие-то действия. Ты ведешь себя неподобающим образом. Ты не должна работать. Ты должна сидеть дома, потому что ты девочка, женщина, тебе детей растить, тебе борщи варить. Что это? Как в случае с пацанами, так в случае с девчонками, это вид абьюза. Ну, так или иначе, вы попадаете на абьюз. То есть, вы сначала принимаете вроде бы правильную форму игры, потому что очень просто разделить на белые и черные людей, на мужчин и женщин, на, да, как раньше, да, когда в эпоху всех этих притеснений людей там, на людей там правильной расы и неправильной расы. Очень просто разделить. Понимаете, в головах, в умах людей любое разделение, особенно такое биполярное мышление, би-приставка, значит, два, да, когда есть черное и белое, вот хорошее или плохое, или какие-то еще вещи. Вот две коробочки, ты мужчина, я женщина, сюда мы правила поведения только мужские, вот так вот надо делать, а сюда-сюда, и женские, да. И вот они не смешиваются, и вот мы только вот так линейно, да, двигаемся по жизни. Жизнь сложная штука, не всегда получается линейно двигаться. Очень сложная штука. И, кстати, вот поэтому стоит изучать философию, на мой взгляд, потому что вы поймете, что сложно одеть, понимаете, сложно придумать иногда какие-то, ну, жесткие вот инструкции, как надо действовать во всех случаях жизни. На мой взгляд, только в иудаизме максимально к этому более-менее приблизились, по крайней мере, что это единственное учение, которое мне попадалось, которое хотя бы как-то логично в целом выглядит. Вот. Все остальное, понимаете, это, и опять же, почему иудаизм, да, если мы углубимся, просто я изучал вопрос, огромные книги по Торе, ну, Тора сама огромная, это как Библия у христиан, еще и огромные талмуды мудрецов, которые все это описывают. И современные мудрецы трактуют современные явления какие-то, так скажем, более осовременивают, что ли, да, восприучение Торы. Ну, допустим, не было же машины, там с машинами тоже какие-то вещи, да, там у меня есть зажигание, допустим, нельзя там в Шаббат, по-моему, ездить. В машине по-хорошему нельзя. Вот. И все эти правила, они осовременят. По крайней мере, для человека, кто погружается в это, это логично. А многие учения и многие, так скажем, другие вещи, они не такими огромными, опять же, чтобы в это погружаться, нужно изучить, ну, всю жизнь посвятить на изучение вопроса. Вот, поэтому, как бы, нет же какого-то глобального талмуда о том, как быть настоящим пацаном. Нет какого-то глобального талмуда, да, о том, как быть настоящей женщиной. Мы не можем это, вот, понимаете, систематизировать так, чтобы это не было травматично для психики человека, потому что мы человека будем ограничивать в какие-то жесткие рамки. Если будем делать, ну, в том путем идти, к которому мы шли все существование человечества. И мы сейчас видим, что мы постоянно кого-то притесняли, да. То мы хотим притеснить по гендерному признаку, то мы хотим притеснить людей, допустим, по цвету кожи. Вот. И, соответственно, чтобы такого не было, мы в первую очередь должны избавляться от гендерных стереотипов. Потому что любой гендерный стереотип, он даже ведет к неосознанному абьюзу. Ты девочка, ты должна, должна, должна. И сразу после того, мальчик или девочка, рождается, как правило, слово должен. Должен вести себя тем или иным образом. Не должен мальчик надевать платье, да, ни в коем случае. А с другой стороны, как быть с актерами, которые, да, и, опять же, если мы продолжим идти по этому пути, да, как быть с мужчинами, актерами, которые по долгу, по какому-то, да, он, может быть, и будет носить это платье. И, конечно, сейчас его за это вряд ли там кто побьет, там уже все это действительно у нас в России стало легче, проще. Но, может быть, он внутри себя, потому что есть некий все-таки негатив формируется, кто-то ему комментарий негативный этому актеру написал в социальных сетях. Ему будет от этого неприятно, у него будет формироваться комплексы. Ну, хочет он исполнять какие-то такие комедийные роли и прочее, пускай исполняет, это его, так скажем, выбор. И что я здесь могу сказать? Если вы от этого страдаете, главное осознавать, что это просто абьюзивная форма и уходить от этого. Ну, блочите этих комментаторов, не понимает кто-то, соответственно, ваш супруг, партнер, совершает над вами гендерный абьюз, боритесь с этим, вплоть до развода боритесь. Та же гендерный абьюз, та же форма абьюза. И здесь, ну, ничего не поделаешь. А либо-либо, как говорится. Так что, вот, вроде я все сказал, что хотел вам рассказать, дорогие друзья. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и да пребудет с вами здоровье, дорогие друзья.